доброго времени суток всеми дорогие друзья здравствуйте прекрасные люди извиняюсь за горло голос приболела прихватила вышла на балкон у нас сегодня тепло по осеннему тепло да я все цветы дочины вынесла на балкон потому что так они дольше сохраняются мне еще на губе простуды хочет вывести чем подходила вот сегодня пику слойки с яблоками да и делюсь с вами в очередной раз вот видео уже есть я прикреплю еще то старое видео до ссылку поставлю внизу в описании под видео мы посмотрите как там немножко отлить отличие есть у нас такая золотая зелень вот золотая зелень осенний или золотая зелень осени да сейчас цветочки покажу вот синюшки мои меня еще радует слава богу слава этики букетики эти пакетики снизу там русские соседи подматериваются кстати видео кто смотрел где я вставляла на карусели да это не мои дети матерятся я не говорю что мои дети прям такие отличные они отличные иногда бывает тоже мат просто но на видео для мамы они не матерятся и это там другой человек был который матерился смотрите уже скоро распустится скоро распустится вот эти цветочки стоят все пойдемте печь сегодня вечером пойду на лихтерфест поснимаю вам так что следующее видео будет с лихтерфест но потом уже журнальчики полистаем и придет еще ко мне пряжа одна еще никак не дойдет и покажу пряжу которую в этот раз по выписывал еще выписалась другого сайта и пришел опять журнальчик по вязанию вот тоже потом полистали все пойдем печь для вкуснятины которую сегодня буду выпекать и вам показывать нам потребуется слоеное тесто две пачки желательно это правда очень вкусно кто не пробовал как я уже говорила у меня на моем канале есть плейлисте сладкой выпечки там есть этот рецепт уже год назад именно на видео ну вот я беру от фирмы я самый дешевый если замороженное у вас тесто вытащите заранее да чтоб она ну и разложите чтобы но не склеилась и чтобы она была гибкая да что нам надо будет сворачивать это сделали яблоки два-три яблока у меня немножко потемнели но ничего страшно шкурку я села потому что толстая была можете шкурку не снимать в том рецепте я ее не снимала она не мешает когда выпечка будет готова в общем придает еще свою пикантность но тут была старая старая туда уже яблоки для подлежали тут у меня два яблока последних и я уже думаю раз я буду снимать то есть яблок которые свежие тоже сниму два-три яблока вот так на дольки почистить пресс и приготовить вот сейчас что первым делом это масло я кинула в кастрюлю 200 грамм в том рецепте год назад кому будет интересно зайдите там больше масла да я подумала в этот раз поменьше сделаю и про экспериментирую 200 грамм вообще там 330 или 350 надо и три четвертых стакана сахара сейчас я масло вместе с сахаром развожу прошу сахар чтобы растворился приготовлю и пусть это стоит на горячей плите на выключенной горячей плите пока мы будем заворачивать яблоки в тесто все вот она быстро растворяется масло до сахар там вот немножко как загустевает если еще чуть-чуть поварить будет карамелька такая карамель до которую есть можно или использовать как крем в добавлении куда-то вот главное сахар растворился я плиту выключаю выключаю вот и на горячем будет стоять пока я буду заворачивать яблоки рассольник варится последние продукты лежат и крышку открыла и не копыть все идем приступаем сюда к яблочкам разрезайте так чтобы да у вас что чтобы вам хватало дольку завернуть я сейчас сделаю наверно на три части вот так сперва да и на пополам думаю что это пополам видится так можно как треугольники делать совсем маленькие долечку даже отрезать яблоко тоненькие и заворачивать так как рогалики ну сами смотрите я делаю так потому что это вкусно именно так чтоб яблоко было можно груши да ну кто на любил кто любитель груш я делаю иногда и груш и заворачиваю вот как рыбочку так вот все вот так буду ложить вот этим местом к верху укладываю их вот так куда не сильно не сильно близко друг дружке ну вот так достаточно укладываю да сколько их тут по месяца и потом той заливкой будем заливать но я подключусь укладываю пока еще хотел сказать кое-где вот у меня я когда резала до разрезала на маленькие такие дольки да делаю большое туда берут 2 а то даже и 3 так сложу их потому что потом это будет да очень вкусно и яблоки надо чтоб чувствовались там ну или грошу если будете делать все и укладываю этот перемен ты хочу показать квадрат разрезала пополам чуть-чуть вытягиваю да и смотрите тесто если с толстоватой подкатываете да его но чтобы не сильно тонкая была вот у меня потому что яблоки пока они целые не проработал тесто подвергнуть вот так нужно тоже пусть тут открыто будет это вкусно будет туда попадет эта карамелька масса сахара так тоже можно все я не помню в этот раз получилось почему не знаю его делала маленькие да и большие всякие пойдет для домашнего поедания тут стоит у меня уже измерила 330 миллилитров баночка да как есть спрайт я отмерила специально этим тоже будем изливать даже не сомневайтесь это очень вкусно я бы не говорила да потому что я знаю уже много-много лет узнала его здесь германия и все время его делаем но не не часто да ну вот хотя бы раз в год на делу потому что много всего делаю да вот и когда поливаете да старайтесь вот так ложкой по чуть-чуть обмазать их как бы на них да именно вот этой заливка ведь она у меня уже как карамель хоть и на горячей плите стоит а и подогревается на выключенной горячей плите и эти тянется как крымлик с еще чуть-чуть поварить и все вот карамель почему вот так вот обмазывайте да и все это туда надо влить все и залила заливка это и теперь спрайт выливаю это спрайт уже просто где-нибудь сторонке вот так выливаете помадка у вас естественно застынет от холодного спрайта вот так что было вот оно получается да чтобы яблочко у вас на половину спрайт скрывал да у меня на половину он скрывает вот и отправляем духовку на 180 градусов сейчас это подотру чтобы тут не было наши салфетка села все и отправляем духовку 180 градусов там смотреть по времени я засеку сейчас время да и не вам потом скажу все пеклись они у меня у меня недостаточно было разогретая духовка да и пеклись они у меня 40 минут у вас смотрите если духовка будет разогрета нормально то может быть 30 минут а будет при 180 градусов да и посередине она у меня стояла на 2 от низу я вам показывал у меня на 4 деления делится духовка да слышите корочка она так и останется пока вот эта помадка она жидкая да я сейчас вот вам показывал как вытащила сейчас она постоит застынет они еще впитают и потом уже я покажу и ложечкой разделю и покажу вам как она есть видите изменился я забыла перед выпечкой кто любит можно посыпать ванилью да и корицей или только ванилью или только корицей я корицу яблоком люблю да ну как не сильно ко всем похожкам я не сильно так сказать же в общем я с ними осторожно вот при вас поливаю тут сверху на корицу я уже посыпала теперь опосля до сразу вспомнила когда вам сняла что вытащила и посыпала вот но вы если хотите до выпечки это сделать еще помадка не остыла сильно так себя но я уже покажу потому что мне бежать надо снимать вам видео и с удовольствием это буду делать на лихтерфест вот как я говорила корочка она такая остается хрусткой а низ конечно мягенький да ну вот эта помадка она очень вкусно очень она когда застынет она густая густая как карамелька сейчас . вышмыгнулась очень вкусно очень вкусно очень советую вам плевать чтобы бомбически калорийно да но это очень вкусно поверьте мне так как я пику очень много всякого и всего из нас за все это очень много чего бы перепробовала и есть много рецепта до которые очень очень вкусные вот это еще и по простоте своей одной из наивкуснейших я прям советую вам сделать и это будет ваше прям главное блюдо на долгое время вот увидите просто доверьтесь попробуйте на этом все свет не выключаю пеките с удовольствием это очень вкусно да когда есть настроение пеките и в зимние вечера с чашечкой кофа или какава да ну какава это сладко и это сладко ну кому как на вкус чай любой чали вы из этой вкуснятинкой сесть так после тяжелого трудового дня даже если у вас выходной в дома все равно что-то делаете на сесть и почвыркать чай вот именно чтобы почвыркать с привкусом да с таким с причмоком как укусно глотаю слюни то что кусочек съела не сдержалась да все дорогие мои я побежала электрофест снимать следующем видео выйдет если кто хочет смотрите следите не забывайте подписываться на меня я очень рада всем кто подписался кто новый пришел я рада вас приветствовать на своем канале он у меня раньше назывался деревня внутри мегаполиса сейчас просто мои имена христина снежана геттель да вот так сложилось у меня два имени об этом тоже есть видео там плейлисте теги болтал очки если кому интересно пройдите посмотрите вот много много рецептов смотрите любить кто подписан уже давно я вас благодарю от души и от сердца и благодарю тех кто новые подписывается на меня я я всем вам очень-очень рада бы все для меня дорогие дорогие вот и кто подписан проверяйте время от времени подписку до нажимаете на колокольчик не пропустить последующие видео на колокольчике там выбирайте все до под словом все чтобы всякие видео которые я выпускаю не только рецепты до тематика что было а я выпускаю всякие всю свою жизнь вот и тогда вы меня не пропустите и я буду этому очень-очень рада но и не жадничайте до не вводничать и забывайте пальчик вверх или пальчик вниз это и то и другое для меня ценно для моего канала ценно и для меня дорого и для канала тоже дорого так как канал еще у меня маленький стремимся в путь стремимся в путь в путь дорожку а для этого вы мои помощники и мои как сказать сопереживатели до мои вместе проходящий мой путь люди вы мне очень дороги когда мы все вместе мы сила по одному можно веточку сломать да а в куче то нас тяжело ломать но все следующее видео лифтер феста там потом полистаем журнальчики журналы которые я показывала в прошлом видео это были с новогодними игрушками да там может быть где-то будет рассказывать рассказывать если к пасхе по-русски да к пасхе игрушки потому что это магазин он у меня тоже есть его скрытно снимала там нельзя снимать нельзя фотографировать но я снимала и в плейлисте где прогулки он мне есть и называется магазин радости для детей и взрослых по моему так кому интересно посмотрите очень красивый магазин два этажа очень красиво вот и от него журналы мне приходят раз в год или раз полгода не по в общем полистаем с вами посетим да там сценами все игрушки как раз то все теперь точно все всем всего самого-самого прекрасного будьте все живы и целы и невредимы и богом хранима бога вам всем помощи мирного неба над головой нам всем всем живущим на этой планете земля созданный прекрасный созданный богом также и как мы прекрасные созданы богом не забывайте об этом оставайтесь всегда в разуме явно в следующем видео кликтер фесту или еще следующем расскажу одну историю которую которая меня поглотила и захватила которая меня немного в яму волокла да это очень трагичная история которую я услышала от человека который эту историю пережил и до до сих пор продолжает переживать да и это история не одного человека а очень-очень многих людей но я услышала от одного человека да хочу с вами поделиться дабы не терять разум да не терять человеческий облик человеческое достоинство которыми нас наградил господь по образу и по подобию да и чтобы мы глядя на такие истории слушать такие истории да вспоминали да и помнили о том что мы все люди все мы братья и сестры и все созданы богом это мы уже сами поделились на нации на странные да это все мы люди придумали господом так не было придумано то что там на цвет кожи на узкость или на ширость глаз поделили себя да все так нельзя ни к чему хорошему это не приведет и что это и показывает к чему мы сейчас пришли к полному развалу да то есть к хаосу мы пришли и нам нужно вставать на наши рельсы на которые нас поставил господь это я такообразно договору и по этим рельсам всегда идти не несмотря ни на что что происходит в наших жизнях да что происходит с попутчиками которые с нами идут вот вы попутчики мои вспомнила как это слово назвать что происходит да мы не должны уходить с этого пути а путь простой оставаться людьми человеками все люблю ценю уважаю пока пока